Добрый день! Единственный нападающий, он такой ярко выраженный нападающий, номер 70, главный тренер Толятинского окрона Евгений Георгиевич Калешин. Состав «Волгаря», который играет полностью в синем комплекте формы, Олег Смирнов в воротах. И как знать, может быть, в Самарской области будут две команды, представляющие российскую премьер-лигу, но пока в атаке «Волгарь». Нужно сейчас пробивать, но немножко замешкался. Да, не угол, должен быть удар, удар, перекладина! Скидывают руки вверх сейчас футболисты. «Волгаря», да, и засчитывает этот гол Игорь Панин. Вот так начало, седьмая минута. Был там гол или нет, он засчитан. Здесь уже обратно ничего не отмотать. Классная передача. И вот тут что? Так. Да, это гол. Я считаю, что гол был. Давайте, может быть, у нас будет чуть получше ракурс. Вот здесь. Но вот здесь видно, что как будто в линию мяч попадает. Но вот с первого повтора мне показалось, что мяч все-таки пересек линию ворот. Момент сейчас для Токрона. Вот нужно, бей Савичев! Заблокирован этот удар, но момент был очень-очень хороший. Вот момент этот удар. Савичев великолепно бьет. И Иван Хомуха. Кому-то спасает. Савичев передача. Будет ли удар? Есть удар, но, правда, не точным. И еще одна карточка. И, кстати, получает ее кто? Смотрите, Дмитрий Лесников. А у него уже была желтая до перерыва. И удаляется сейчас футболист Волгаря. А вот это да! Как ровно необходимо отыгрываться. Но покидает поле сейчас пола Бояринов. Сместится вектор атак. Нужно помнить, что действовали в первом тайме через правый брох. Через Константин Исаевич. Данилин, это все-таки резко отличный футболист. Желтая карточка Сергея Макарова. И для него тоже она вторая. Так что в равных составах остаются команды. Вот это матч. Ну, а с чем спорит сейчас Сергей Макаров? В концовке, но все нормально. Момент сейчас у Акрона. Вот сейчас Азаров, рикошеты. Должен быть угловой. Человек. Попробуем по тропу. Человек. И даже у Аброна. Должен быть угловой. Попробуем по тропу. Аброна. Аброна. раздосадовался то что не попал фонса игроки волгаря наоборот то что пронесло сейчас да забавно писья гав на весь штрафный ну это в никуда и на этом все на этом все дамы и господа крон второй раз проигрывает волгарю на своем поле с одинаковым счетом 0 1 а астраханская команда второй раз побеждать лидера первой лиги первое это было 2 ноября в матче кубка россии пути регионов сейчас уже в рамках мэлбет первой лиги и единственный гол забил артур гелезидинов